Норвежцы Не тянулись и не пытались доказать, что тоже что-то умеют Умеют, безусловно, команда Неплохая команда, играющая под настроение Но способная попиться и компенсировать какие-то недостатки мастерства грубостью И вот в ответ 13 нападающих, 7 защитников у норвежцев Матстрюк, Оли Кристиан Толовсон, капитан команды Это первая пара защиты, 23-й, 55-й номера, соответственно Йонас Холлис, Александр Бонсаксон, 6-й, 47-й номера, это вторая пара защитников Юха Каунис, Мяки, Хенрик Солберг, 5-й и 39-й номера, это третья пара И 7-й защитник, Ларс Осли Локкен Тройки нападения, первое звено Матс Хансен, 8-й, 19-й, Пэр Агес Крюдер, 41-й, Патрик Торресен Во втором звене Ларс Эрик Спец, 10-й, Андерс Бастиансен, 20-й, 46-й, Матис Крюдер Олимп, который на минуточку, так, недавно я вспомнил, был лучшим ассистентом Прошлого чемпионата мира, вот так-то Не блеснул он во встрече со Швецией, есть там объективная причина Травма у него была совсем недавно, и оптимальных кондиций еще не восстановил Ну и количество бросков, правда, он произвел впечатление, но эти броски были вот с позиции, когда там О, есть возможность бросить, хоть от центра, хоть с синей линии, вот такие броски Да, благодаря ему латышский голкипер Эдгар Смасальски Проценты у него неважные после пяти пропущенных шайб получилось Но зато количество отраженных бросков там весьма-весьма серьезное получилось Брасывание у ворот российской команды как-то так подняли норвежцы голову То, о чем мы говорили, почувствовали они, что, по крайней мере, вот сейчас, на этом этапе матча С командой России в этом состоянии можно играть на равных И уже так два раза опасно атаковали Очередная феерическая миниатюра Павла Дацука, который создал опасный момент у чужих ворот Находясь на своей половине и не трогая там шайбу Летел там раскалывать Павла соперник, увидел его Дацук Не пошел к шайбе, которая покатилась по борту, которую настиг Кулемин и уже... Так то-то и дело, что Дацук не стал трогать шайбу не потому, что там летел на него соперник А то, что он видел, что Кулемин первый к ней успеет и трогать ее не надо Ну, о чем и речь Улим подключается защитник и бросок с разворота в исполнении Кристиана Форсберга Это нападающий Вот так подключался от синей линии Кузнецов, Кулемин На Дацука неточная передача И там Солбергу удается Кстати, шведы удивительно терпели сколько в таких ситуациях Лундескок, правда, никому ничего не прощал, но он уж такой Второй матч, кстати, сегодняшней программы игрового дня в Стокгольме В первом гротнула такая локальная сенсация, поскольку сборная Италии, на которую все как-то так заранее махнули рукой Взяла, да и выиграла у команды Дани Которая так очень симпатично чехам противостояла В первом периоде итальянцы забросили две шайбы Затем по ходу второго датчане вышли вперед 3-2 Позвольте сопернику счет сравнять Докатило дело до овертайма В котором итальянцы и выловили золотую рыбку победы Очень мутной воде предварительного раунда И теперь у них два очка У норвежцев одно И кто стоит на вылет А вот это вопрос Говорили Мановы Так говорим Новая формула Новая формула Может быть кто-то не в курсе Я допускаю это Поскольку иногда до сих пор приходится отвечать на вопросы А где Овечкин? А почему не играет Ковальчук? Так вот Формула турнира следующая Это что? Будущий чемпионат мира ничего в этом плане не решает? Нет Поскольку уже должна будет начаться олимпийская квалификация Должны будут в Международной федерации хоккея с местами определиться ее проведение Поговорим об этом после рекламы 6.56 до конца первого периода 0-0 по-прежнему в матче между сборными России и Норвегии На табло Надо льдом Показывают российских болельщиков Их много Эта картина радует глаз Мурманск, Пермь, Кемерово Всех мы их рады видеть Рады приветствовать здесь в Стокгольме Но опять же В целом по картинке вы видите Мягко говоря Свободных мест очень много И еще больше перекупщиков Которые настойчиво предлагают билеты на эти соревнования Удивительное дело Тут в двух шагах сегодня играет футбол Полицейских ровно столько же, сколько и накануне Двое На весь вот этот район Но может быть где-то еще есть две тысячи Но они как-то удачно прячутся Но там тут другая еще охрана есть, конечно Первое удаление Будет в этом матче у команды Норвегии Семен Варламов отправляется на скамеечку запасных Сейчас наши попытаются отложенный штраф использовать Никулин вручает шайбу Малкину в средней зоне Малкин берет игру на себя Завозит шайбу в зону Несмотря на сопротивление соперника Не поняли здесь партнеры друг друга И снова нужно выходить А почему нет-то? Нужно мучить соперника Максимальное количество времени сейчас В позиции находится Между ними также 20 очков Но чтобы было понятно Если словаки попадут В четвертьфинал А норвежцы нет То тогда они поменяются местами Вот в этом рейтинге И Норвегии придется отбираться через квалификацию Десятое, одиннадцатое и двенадцатое места в этом рейтинге Ценны тем, что Команды их занимающие И имеют право на организацию Олимпийского квалификационного Квалификационного турнира У себя на родине Но у нас тем временем Две с половиной минуты До окончания первого периода Пока без голевым он получается Но не сказать, чтобы Много работы было У вратарей той и другой команды По ходу первого периода нашей встречи В параллельном матче после В этом сочетании меняет Кузнецова А где же Там Кузнецов Матч не меняет Да, действительно, ошибся я Прошу прощения Кузнецов Доцук Из точки вбрасывания И Шайба в воротах Показывает арбитр Вот так Даже не видел вратарь Как летит шайба И только Судья, кстати, сразу Показал, что гол был Игроки Обрадовались Вчера схожий момент был Но действительно Штанга была Ну вот Дали возможность Павлу Доцику Сыграть в большинстве Да Не прошло И 15 секунд Как Доцук Броском из круга Вбрасывания Застал Врасплох Норвежского голкипера И вот как это было Шайба попала Там в центральную стойку Похоже Внутри ворот Вот она Над плечом Да В притирку С перекладиной И вот Уже во внутреннюю Дугу Ударилась Выскочила в поле Но вот на всякий случай Поехал Арбитр Убедится в собственной правоте Хотя Очень уверенно Показал он Что шайба Побывала в воротах Но видите Здесь просмотр не затянулся На самом деле Просто поехал Полюбоваться еще раз Этим шедевром Который сотворил Павел Доцук Мы говорили Что Доцук Вот внешне Такой Не амбал Но Очень мышцы у него хорошие Вот Прямо Видно Сухие Длинные И он очень резкий Вот видно даже по этим моментам Что насколько Скромный парень Павел Вот так вот показывает И вот Что там вот ставились на меня Да Арбитр Показывает на центр Как и накануне Сборная России Со второй попытки Использовал Учисленные преимущества И Павел Доцук Записывает на свой счет Первый гол А на этом турнире 1-0 И настроение наше Улучшилось Ну безусловно Ну в принципе Там получалось Что на пересменках Не выходил Вот момент Укулемина И забивает Доцук Просто смиренно Паре смен попало Что вот его партнеры Сыграли Он нет Поэтому не было И просто Неизгладимо Видимо впечатление На тренера сборной Произвел Малкин Своей игрой В большинстве Вчера И вот сегодня В первом периоде Они ему дали Полностью 2 минуты Давай Евгений Показывай Ну собственно И вчера Евгений играл По 2 минуты В большинстве Только перемещаясь С позиции Центрального нападающего На позицию правого форварда Но вот Обострилась Конкуренция Со места на площадке Доцук принимает бой Поэтому все шутит Конечно Также здорово Что сумели Наши на старте Второго периода Забросить И тем самым Еще вот чувствуется Взаимопонимания Не хватает Вот сейчас Малкин-то В одно касание Остава Оставлялся Буквально Вот на прорыв Кулемина Тот Не понял Что хотел Евгений А так бы Там врывался Между двух Стоячих защитников Кулемин На Доцука Делает передачу Расположились Наши в зоне 34 секунды Есть еще В распоряжении Российской команды На игру В большинстве Доцук Емелин набрасывает И добивание Кулемина Стоя спиной К воротам Не попал В рамку Рядом со штангой Шайба проходит Однако продолжается Эта атака Малкин Поджали Непосредственно К воротам Россияне Броска нет Сейчас передачу Кулемину Я же говорю Что Когда играешь В третьем звену В звене Торонто Ты понимаешь Что у тебя Таких партнеров Как Доцук Там точно нет И вот сейчас Передача Не глядит Доцук давал И опять Кулемин не ждал Просто Такие не дают Да Не удалось Увы Россиянам Численное преимуще Численное преимущество Использовать Не прошел Вот этот хороший Диагональный перевод Доцука На Малкина И там Евгений Уже готовился Из круга вбрасывания Дальнего Разрядить свою пушку В последний момент Норвежцы Подцепили Торресон Отправится На скамейку Штрафников Причем Патрик Не спорит Тут его амуницией Набрасывал шайбу Норвежец Но Эффектно И эффективно Семен В этом эпизоде Действовал Ну вот и первое Большинство У команды Норвегии В этом матче Холес На синей линии Имеющий Опыт выступлений За океаном Скрудер Дорресон И Холтед Но главную шайбу Забросили 3-1 Что-то там Подъехал Арбитр К скамейке Запасных Норвежской команды Побеседовал С Йохансоном Видимо Попросил успокоить Скрудера Который там Продолжает Долбить клюшкой По борту В паузах И высказывать Решительное Недовольство Тем что шайбу Его не засчитали Недовольство Справедливое По крайней мере Судя по тому Что мы видели С вами на повторе Кулемин Остал сегодня Две шайбы На счету игроков Второго звена Я думаю Там передача Евгении Малкина Должна быть Записана точно Нет Не будет Пробросов Показывают Арбитры Фиксируют Они Касание В средней зоне Широков Максимально Затруднять Жизнь сопернику И не позволять Расстреливать Поворота Изумной позиции Шайбы Которую Латышин Забросили Вчера И вот Это сейчас Которую Забили Мы часто Обсуждаем Игру Тарей Одинаковые Практически Были Варламов Садится Достаточно Рано И ловушка Не успевает Вот эти Верхние шайбы Отлавливать Ну давайте Посмотрим Дельзя сказать Что это Там Супер Не берущийся Бросок Мне показалось Что как раз Вот именно В мертвую зону Попал Когда что-то садишься Так рано Из угла Бросок Когда эта Мертвая зона Возникает Ну ладно Варламов Конечно В тысячу раз Лучше Мне в воротах Играет Но это к тому Что вот сегодня Уже поставили Для чего Чтобы Была тверда Уверенность Что у нас Есть первый Вратарь Он Варламов И что Шайбы Вчерашние Он не будет Пропускать Сейчас опять Вопрос будет У Белединов Три с половиной Минуты До конца Второго периода 3-2 А сборная России Впереди Вот эти удаления Ненужные Российской команды Очень дорого Нам сегодня Обходятся Три Штрафа И две Пропущенные шайбы В пассиве Так они И ту не защитную Тоже в большинстве Забили Естественно Выходит Шайба В среднюю зону Кузнецов Вот собственно И сами хоккеисты Тоже в начале Тоже в начале Этого пути Сыграв всего Один матч Полны сил Полны решимости Полны желаний И поэтому Поняли норвежцы Тут очень велика Балл за результативность Получил Он ассистировал Кулио Мино В эпизоде с третьим Голом А в этой встрече И таким образом Уже 5 очков У Евгения Малкина За два Игровых дня Не полных Прошу заметить Обсудить Вот этот эпизод Там спокойно Абсолютно Рабочий Анализ идет Пережогин Присоединяется К обсуждению Там нет никаких Упреков Вот действительно Сейчас просто Там идет диалог На тему того Как нужно было Сыграть в этой ситуации Как в следующий раз Избежать Такое же Просто вот Очень неплохо Выглядит Вот в первых Двух встречах И Пережогин И Попов И Кокарев И как бы они Вот в тонусе В таком игровом И вот сейчас Видим что Многие игроки Которые Ну Достаточно давно Вылетели В плей-офф Так Не здорово Пока Играют Только перерыв Там в некоторых Больше месте Кузнецов На вираже Сохраняет шайбу Здорово Подключает Защитника Денис Денисов Тут Решил Пофеерить Продвинулся К воротам Бросил Ближний угол Ну вот Это разнообразие Приятное В атакующей игре Российских защитников В том плане Что сейчас Не хуже Своих шведских коллег Подключился Денис Денисов К этой атаке Развивал ее Довел дело до броска А защитник А защитник уже Зону освобождает И уезжает Стоит на красном Какой смысл Бороться И столько сил Зря тратить Если тебя вообще Там не пытаются Тебе помочь То же сейчас Самое Малкин Уже ехал Ясно было Что он сейчас Ну накроет Этого защитника А никто там На подборе Не играет Кулемин Строумная передача Дацук Возвращал Еще дальше На Кузнецова Но Евгений Не сумел Ту шайбу Принять Задуман Это было Очень здорово Толовцев Настоящий Оплод обороны Своей команды По полчаса За матч Способен Зато период До 18 минут Ну вот Зато период 18 минут Это еще Сегодня игра Опять же Где Изначально Ну не знаю Насколько лукавили Норвежцы И не надеялись На благополучный исход Потому что в матчах Там допустим Против Дании Или против Италии Можно себе представить Сколько будет играть Толосом Вообще со льда Наверное уходить не будет Он и так то Все время Один из самых Скоростных нападающих Дацук Что творит Павел Пережогин Кстати дал передачу И вот сейчас Очень много моментов У Пережогина Когда вот Открылся Получил И Это же так важно Для Вот игрока Убрал Убрал За счет резкой остановки Защитника Павел Дацук Это эпизод Который у Пережогина Был чуть раньше Бросил Но плечом Успел Отразить Очень ярко Очень ярко Пережогина Играет Очень ярко Никитин Катит Открылся Очень хорошую Двоечку Да Вот сколько есть И все Очень четко Видно Ну вот И кстати Еще при этом Что верхний ярус Закрыт Я вот кстати Не понимаю Почему Вот Не нравится Людям Такое Световое решение Ходенских кресел По-моему Вот Когда такие Веселые Разноцветные Вятные Создаются иллюзии Заполненного Зала Играть все равно Интереснее Вам там приходилось Играть Ну скажите же Радует глаз Ну конечно Ну Мало Кто только играет Это другая Проблема Которая тоже Вполне Ложится Там в топик Жизнь несовершенна Павел Дацук Ждал Павел Пока откроется Кто-то из партнеров Не дождался Теперь Евгений Кузнецов Нарезает круги По зоне Соперника Безрезультатно К сожалению Продолжение следует Продолжение следует